Ой. У нас что-то упал мальчик, вот ему через онлайн-игру на Телеграм начали всякие смс-ты выходить, угрожающего характера. Так, да, ну, после конектов, когда увидел телефон, потом не сделает, что я тебе сказал, если не сделаешь, я убью твою семью, я знаю, где ты живёшь, ты живёшь в районе с детского садика, залбил ключи, и так и есть на самом деле, как разница. Он так подозрительно начал себя вести, мать увидела, подошла, взяла телефон и всё это увидела. И когда позвонили, она подняла телефон и начала с ним лугаться, вы зачем звоните моим ребёнку, вы с ним угрожаете, я сейчас в милицию скажу, это то, и телефон выключается у неё, и минут 15 она не может вообще включить телефон. Через 15 минут она включает телефон этого мальчика, и он полностью чистый, никаких смс-ок, ничего нет, ничего нет, чистый телефон. Мы с червачного дня просто места себе не находим, я уже даже двоюродным сёстрам сказала, чтобы посмотрели детей телефоны. Посмотрите, пожалуйста, они через сереграм выходят на вот детей, и есть дети, которые просто посылают и выключают, и не ведутся. А есть такие дети вот ранимые, впечатлительные, они ведутся на это. Проконтролируйте я вас очень. Охренеть, пишут, помоги, да? Руки есть, ноги есть, сидите работайте, в чём проблема? Помочь можно тому, у кого нету ног. Тяжело. Нужно помочь, даже нужно помочь. Охренеть, пойдёт. Охренеть, пойдёт. Охренеть. Раньше, сейчас уже не так. Раньше телевизор смотрела, я постоянно скидывала деньги больным детям. Новости смотришь, ребёнок нуждается вот так, вот так, раз, скидывала. Постоянно скидывала. Потом в интернете, раньше этот был, в инстаграме, я подписалась на одну девочку, в рекомендациях, наверное, мне вышла. И у её ребёнка СМА-болезнь. И этот... И я... Ариан, достань салфетки. Мне так этого ребёночка жалко было. Клянусь, я ей все деньги отдавала. Помните? Я все деньги скидывала туда. Все просто. Вот у меня были, я себе ничего не поправила. Я себе вещи перестала покупать. Я все деньги отдавала туда. Все деньги. Очень много денег. Я так плакала, господи. Я молилась, господи, когда им соберут, а там надо было 121 миллион, по-моему, Дарья. Или 116, или 121 миллион. Но я думаю, когда им помог, когда соберутся, это же большие деньги, где столько денег взять. И потом, когда оставалось 30 миллионов, и одна блогерша скинула эти 30 миллионов, и этому ребёнку там оставались какие-то дни просто, чтобы ему успеть это сделать. Укол этот. И я такая радость. Как я... Я от радости, как я плакала. Помните? Не помните? Когда я плакала. Деньги собрали, собрали деньги, когда у меня слёзы пошли. Вы помните уже? Да, и какая я была вообще? Так я обрадовалась. И мы сделали операцию, сделали вот этот укол, вот это мы сделали. А больше я их не нашла. Помните, Инстаграм потом заблокировали? Что-то сделали, и всё. Я не знаю, у меня страничку. Ой, что-то я на эту страницу потом зайти не смогла. И больше я не нашла. Ну, и мы когда сделали этот укол, он начал ножки чувствовать. Он начал двигать ими. Что-то такое. Ну, пошло этот процесс. И всё. И потом заблокировали. Я уже... И мне миллион раз удаляли. Не смотри, не надо. Ругали. Давление себе поднимало. Плакало, давление поднималось. Ноу. Умеешь целоваться. Алина, кушать. Ночью была температура. 37,5 была температура. Так это нету. Это воспалительный процесс, значит, идёт. Это плохо. В больницу положат. Целлюлит будет. Алина, в больнице плохо не надо. Алина полежала, знает, что ей такое. Очень скучно. Они целый день уколы делают, нет? Да, там капец. Мама говорит, по одному уколу, там, три укола. Каждый час тебе заходит, что-то говорят. Иди то и сделай, то и сделай. Ухо болит? Не болит, просто не мешает. Ну, а капец, наверное. А, блохло. Кушай. Я не хочу. Быстро. Кушать одну. Поешь ради мамы. Ладно, поешь. Не люблю приеду. Ладно, поешь, давай. Знаешь, что? Из Украины же все детей к нам привезут. Просковею. Я? Нет. А что они нам все нужны? Просковею? Ну, ещё раз повтори. Я хорошая мама. Я ебанутая мама. Они мне и живут и учиться. Я ебанутая мама. Продолжение следует...